Увиденное на свадьбе Бондарчука и Андреевой вызвало шок. Появились детали торжественной церемонии знаменитости. Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева выбрали для своего праздника весьма необычный интерьер. Приглашенные на свадьбу Бондарчука и Андреевой до последнего не знали, где именно пройдет торжество. Сначала появилась информация, что это старинный дом Бегровых на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Интерес вызвал интерьер на мероприятии. Внутри, по данным источников, черная стена, свечи и красная занавеска. А из дома выкатили этажерку со странными черными вазами, похожими на погребальные урны. Шокировало не только эпатажное оформление свадьбы Бондарчука и Андреевой, но и странная схожесть с недавним торжеством Ксении Собчак и Константина Богомолова. Так красно-черное оформление было замечено в грузовой машине, а внутрь заносили черные кресла и даже комод. Публикация фотографии из Инстаграма Внутри все, по многим признакам, будет в черно-красных тонах. Неужели позаимствовали идею у Собчак с Богомоловым? Вроде сегодня не пятница 13-й, а вторник 17-й. С иронией отметил автор статьи в московском комсомольце. Позже стало известно, что свадьба Бондарчука и Андреевой перенесена в Юсуповский дворец на набережной реки Мойки. Как писали шокирующие новости, на свадьбу режиссера и актрисы приглашены только самые близкие и друзья. Порядка 200 человек. Напомним, о романе Паулины Андреева и Федора Бондарчука впервые заговорили летом 2016 года, когда они вместе появились на кинотабре. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Жестокий насильник, оплеванный миллионер пришел к Шапилеву. В прямом эфире сообщили о смерти 65-летнего Лукашенко. Не описать то горе и ту тосту. В семье звезды Дома 2 случилась страшная трагедия. Стоило ей очень серьезной крови. Меньшов высказался о внезапной популярности дочери. И многое другое. Субтитры сделал DimaTorzok